Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепачук, давайте рассмотрим с вами интересные идеи, у нас начало февраля, последний месяц зимы, с чем я вас искренне поздравляю, ждем весны и наблюдаем за рынком. Что интересно, давайте рассмотрим золото, на прошлой неделе мы видели колоссальное снижение и мы рассматривали два сценария, это пробитие и вынос вот этого лоу и возврат обратно или недобитие, что было бы хорошим сигналом усиления модели и возврат. У нас произошло вынос, да, вынесли все, у кого стопы в теле и вчера еще у нас очень знаменательная такая скетча нарисовалась, которая закрылась под самый хай, это очень хорошо, поэтому я сегодня рассчитываю, что золото у нас где-то под открытие Америки будет выходить еще выше, да, то есть закрепляться выше уровня 18-11 вот в этом диапазоне. И здесь у нас уже открыто потенциал, я все равно оставляю, обращу ваше внимание, за этим уровнем, потому что здесь сильные каналы и то, что мы вышли, да, никакого показателя как такового не было. Но, тем не менее, мы отмечаем всегда ближайшие левые, а ближайшие левые это у нас вот этот уровень, сейчас я отмечу. Вот, поэтому у нас диапазон открыт вплоть до этого уровня 18-50. Объясню почему, потому что так как отрабатывают ближайшие левые, ну и этот отбросить я не могу, я просто буду смотреть реакцию возле этого уровня, да. Если мы его пробьем и не заметим, да, не будет никакого ни объема, ни проторговки, ни распила, я его просто уберу. Если же мы увидим все равно, что этот уровень отрабатывает, я тогда буду вслед за своей стратегией отрабатывать этот уровень как сильный, да. Хотя по техническому анализу мы берем самые свежие, самые левые уровни, да, первые левые, прошу прощения. На часовике что мы видим? Мы видим, что нам нужно отдать где-то закрепление примерно 18-10, да, где-то здесь, в этом уровне. И только потом можно открывать лонговые позиции сегодня, потому что все равно на часовом таймпреме мы видим, что здесь свои игроки, свои уровни. И вот этот уровень у нас пришел отсюда, да, можно его немножко подкорректировать. Я бы взял его даже выше, где-то по 11, да, вот вблизи. И после пробоя этого уровня, тогда уже после закрепления, я бы рассматривал именно сегодня точку входа. На понедельник это уже будет совсем другая история, потому что так как день вчера закрылся, обычно после этого идет продолжение вверх. Также давайте с вами сразу рассмотрим сильный инструмент, это евро-доллар, да, который вчера все-таки выкупил. Мы видим, что вынесли в обе стороны, да, всех участников распилили, то есть действительно кто-то сидит очень крупный, кто-то набирает жадно позицию, да. И мы смотрим, как это проявляется. Был канал, вышли выше, да, засадили всех лонгистов. Вернее, сперва им открыли путь, давайте покупаем. Вынесли всех здесь шарпистов, кто здесь шарпил в этом канале от границы, да, верхней. Здесь лонгистов давайте покупаем, ребята, мы вылетаем, обратно возвращаем, обратно же выносим лонгистов. Засаживаем новых шарпистов, да, тех, кто заходят в шорт. Если они здесь не успевают закрываться, обратно заводим. То есть целая история с этим евро-долларом. Можно смотреть, если технический анализ, да, человек понимает, можно целый фильм смотреть и по фею, да, с такими сценами просто кровопролитными. И здесь на объеме вчера просто же вынесли всех, и тех, кто в лонги заходил, да, со стопом, потому что с такой волатильностью были большие свечи, и перед тем, как сходить вверх, видите, что хвост был вниз. Поэтому также вынесли были лонгистов. Кто уже заходил по движению, естественно, заработали, но тем не менее, опять же, сбрили всех тут шарпистов. И теперь после такой свечки, да, так как это медвежье поглощение, прошу прощения, обычае поглощение, да, одной свечой мы закрыли несколько дневных. Скорее всего, что сегодня будет продолжение. Большое или маленькое, я не знаю, но продолжение, я думаю, что мы еще увидим. Главное закрепление по этому уровню и на этом инструменте, это, давайте точно посмотрим, да, 1466. Выходим выше, закрепление желательно пару часовиков, да, вот этот часовик, мы видим, закрылся ниже. Этот, если у нас закроется выше, это будет замечательно, да. Можно открыть лонговую позицию, скорее всего, вынесут первый раз. Но и упускать точку хода нельзя, потому что может уйти без вас, да, может постоять вот так и маленькими барами, сейчас я покажу это на 5 минутки, можем постоять, да, и маленькими барами так и уйти вверх. Поэтому все равно стоит заходить вот где-то выше хая прошлого дня, нужно пробовать. Даже если вынесут, второй раз перезайдите, но инструмент сильный, видно, что в нем есть крупный игрок, видно, что есть деньги, видно, что есть объем, поэтому присмотрите. Тем более после такой возни, да, чем больше вас пытаются высадить, тем естественно, что это делается для того, чтобы меньше было вот этих рук, да, меньше заявок, инструмент легче шел, поэтому это все делается для того, чтобы вас засадить. Поэтому присмотрите к инструменту, уровни я вам обозначил, давайте вернемся еще к доллар-рубль. Доллар-рубль не так интересен, но тем не менее мы его с вами рассматриваем. Что интересно на текущий момент? На днефте, как таковой, ничего симпатичного нету, но на часовике, я сейчас обращу ваше внимание, есть симпатичный уровень, он у нас рисуется в районе 70-ти стилей. Вот, плюс-минус, я не буду четко сейчас проводить, но вы видите, что очень удерживали все великолепно, такими красивыми недобивчиками, да, долое, каждый раз выше, 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 переписываем, выносим те, кто здесь и улетаем. Все по классике, все красиво, сейчас что делаем? Сейчас нужно за этим инструментом понаблюдать и в понедельник именно от этого уровня начинать танцевать весь свой трейдинг на этой паре, да, потому что мы видим, что они все равно пытаются отскочить, но каждый раз все ниже и ниже, да, то есть мы не можем переписать ни этот хай, ни этот хай, ни этот каждый раз ниже, и нас кто-то как будто выдавливает, да, из этой позиции, а тут набирали огромную позицию, поэтому если мы выйдем где-то ниже вот этих хвостиков, 76-600, да, 76-500, будет, скорее всего, движение резкое, да, вплоть до 75, потому что здесь будут вылетать ребята, где-то это пересидел и сейчас молятся, чтобы оно опять пошло еще выше, там, на 80. Поэтому здесь сегодня или в понедельник нужно присмотреться на открытие шартовых позиций, я думаю, можем очень хорошо сходить. Если же мы все-таки сходим, да, и не добьем, или ударим сильно резко, да, выйдет объем и вернут обратно, тогда от этого уровня нужно будет присмотреть, и действительно, значит, этот игрок удержал этот уровень, вынес всех, да, или позволил вынести, да, сам добрал позицию на этих минимумах и вернул обратно. Если вернут обратно, будет очень замечательная позиция, и нам ничего не мешает обратно пойти в зону, там, 85-100. Поэтому пристально смотрите за этой ситуацией, 77. Опять же, уровень на часовике, да, очень хорошо просматривается. И давайте не можем мы обойти еще нефть. По нефти также, да, колоссальные объемы, это новый контракт, да, во-первых, заходили объемы, но, тем не менее, и даже я смотрел на склейки, да, неважно где, все равно объемы повышательные, потому что нефть, конечно, тестировать, скорее всего, идет на 100. Сейчас посмотрим, давайте с вами уровень, ну, все же я вот так бы выделил, потому что основной канал здесь, вы видите, как набрали, как удерживали, тут где-то район 88, да, удерживали, как симпатично вышли, протектировали, ну, просто красота, замечательно. Когда нефть идет по тренду, просто все шикарно. Что сейчас делать? На данный момент нужно смотреть также на закрепление выше хая прошлого дня, или где-то на пятиминутке ее ловить, потому что здесь вы уровни уже не нарисуете, ну, тем не менее, не вы не нарисуете, а я не могу нарисовать, потому что у меня новый контракт, да, на московской бирже, и я, к сожалению, не вижу, да, дальней истории, и здесь вам не смогу показать. Поэтому нужно работать от локальных уровней каких-то, да, где будет проторговка, объем, то есть по тренду намного легче брать, потому что где бы вы ни взяли, по сути дела, вы все равно заработаете. По тренду очень легко идет инструмент, всегда он обращает вам ошибки какие-то, да, где-то там стопы, лучше побольше ставить, потому что инструмент дышит, да, волатильность, все заинтересованы в этом инструменте. Поэтому смотрите от локальных уровней, а какие они могут быть, это могут быть прошлых дней, да, хаи. Вот, сейчас я отмечу. То есть 90.54. Откат к этому уровню, ретест замечательно, можно взять. Также прошлый день, да, 91.23. Давайте сами отметим. На 5 минутки, да. То есть хаи прошлого дня. Видите, пробили, не добили немножко. Но нефть такая, она немножко коварная, поэтому присмотритесь, может протестировать, да, то есть не спешите залетать вот здесь, лучше дождитесь, или уже заходите выше, да, сейчас посмотрим на 5 минутки, где-то 91.64. Вот, поэтому заходите в таких уровнях, где вы видите, что чем-то оно подкреплено. Здесь подкреплено, это хаи текущего дня. Здесь подкреплено тем, что это предыдущие дни, да, или вот которые мы не могли пробить. Мы укололи, не пробили. Естественно, что если мы обратно идем, тестируем после лотного пробоя, то будет какое-то продолжение, потому что здесь будут срабатывать стопы. И инструмент трейдер. То есть к чему-то нужно привязываться, но тем не менее, все равно присмотритесь, потому что то, что сейчас идет, то и нужно торговать. Не нужно там торговать какой-то евро или Газпром, да, который сейчас стоит там, или Сбербанк, который вот не может определиться выше-ниже. Торгуйте то, что идет по тренду, то, что идет в вашу сторону, и то, где легко раздают деньги. Не там, где тяжело, где вы вымучиваете, а там где-то легко. То есть здесь по тренду, здесь вы видите, что какая-то игра произошла просто колоссальный объем. Естественно, что здесь будут или те, кто пересидел, или те, кто вчера прозевал, будут также закрывать шарты. Те, кто прозевал этот роза, хотят открыть лонги, да. То есть там, где легко. Там, где легко зарабатывать, там и торгуйте. Поэтому по инструментам это интересно. Я, в принципе, пробежался это все. Буду желать вам хорошего дня, прибыльных сделок, отличных выходных. И ждем весны. Всем пока. Продолжение следует...